Вот так вот, ребятишки, как будто и не прошло эти пяти месяцев, что меня не было, и как будто я и даже клеммы не снимал, как будто ничего не случилось. Ну, запищала, красота. Как говорят все продвинутые блогеры, одной рукой снимать неудобно с понтом. Вот так вот, одной рукой, ребятишки. Рад видеть, что все на месте, все кони на месте. Вот этот красавчик, да, еще не заводил. И новым конем прирост, да, как вы уже успели понять. Двигаемся дальше. Здесь, конечно, несусветничный бардак. Матрас успел немножко постирать, но все. Вау, с полкинка. Вау. С полкинка залился. Сейчас главное. Сейчас главное, чтобы с воздухом не было проблем, а то обычно, когда полгода стоит, резиночки ссыхаются туда-сюда. Проблемы, пятое-десятое. Но вот сейчас уже будем посмотреть, как воздух держит. Ну, начнем с того, что воздух вообще качает. Сколько я там соляра-то оставил? 1400, я в шоке. Соляры нет, короче. Да, качает медленно. Сейчас что, кружок надо будет дать по ярдам. Посмотреть, как все работает. Сейчас, как пакистанцы сверлят, короче, буду сверлить раму, потому что... Вот тут у меня 2,5 инча между двумя болтами или шпильками. А тут инча-3, наверное. Ну, 2,75. Вот здесь где-то дырка встанет. Так что привет всем пакистанцам. Вот старую, закисшую. Вот тут она. Чик. Ее скрутило. От руки вот двумя ключами. Мощно. Без замеров. Чисто по-цыгански, как говорится, на глаз. Диаметр нужен побольше. Не влезает. Хочу себе синий-синий-синий ламборгини. Но копаясь вот тут с Йокохама трактором, с Йокохама резиной. Синий-синий гений ожидает в магазине. Так, тот раз сверлить не удалось. Там сверло какое-то тупит или тупое. Что одно и то же. Или оно как будто зенкирует, или что оно делает. Короче, нужно нормальное сверло. Сверло. Вот так вот, ребятки. Готовое колесо уже. Перебортировал. Снял. То есть я уже тут больше часа, наверное, кочевряжусь. Вот это колесо отслужившее. На запасочку еще пойдет. Да, это у нас что? Вот это ляжет на тот обод. Вот это ляжет на тот обод. Начал бортировать это колесо. Сейчас вот пока отгибаю и туда смазочку, смазочку. Потому что она еще тоже на запаску пойдет. Ну так, на черный день. Вон то даже доставать не буду, наверное. Просто сюда запаску кину. И скорее всего то, которое в трейлер. А вот эти два колеса пойдут там. В мой тайничок. Для резины на черный день. Так что все четыре будут таких. Лето. Летнюю резину обываю. Что-то у меня это. Или аллергия, или что. В ковидные времена живем. Дорогие друзья. Вот это колесо тоже подходит. Но не знаю, пока не буду. Но оно подошло, кстати. Да, уже. Диоути уже может хлопнуть. Вот такие дела. Так, чего бы вам рассказать такое? Как я машину покупал? Ну, давай расскажу это. Получается же. Я сначала хотел купить. Дизельный купить. А чувак, короче. Ну, он с вечера, говорит. Ну, с вечером посмотрел. Вроде нормально. Но 16-й год там. Много майлов, конечно, 47. Ну, ладно, что. Да-да. Такие вот дела. С вечера договорились. Он говорит, давай депозит. Я говорю, ты что подумал? Да нет, завтра, типа. Я знаю, что нет. Утром звоню, короче. Все решил, думаю. Пусть подешевле. Короче, цена там 26, что-то вроде, да? Такая цена 26. Он мне говорит это. А, ну, а BMW, вот этот X5, он, короче, подороже. Он, ну, мне не понравилось то, что они, короче, рекламируют 32 с чем-то, а потом там, 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 финна бежала, короче. И в итоге получается там, они хотят 38, но готовы торговаться. И они мне лучшую цену в тот вечер 35 назвали. Ну-ка. О, засаживать. Опа. Вот так вот. 35, говорит, цена. Ну, ладно это. Думаю, на год постарше. Ку-5 дизельный, движок такой же, торг такой же, мощь, все, короче, офигенные дела. Плюс чуть-чуть бабла сэкономлю там. А я же без кредита чисто за кэш беру, за наличку. Вот такие вот делишки, ребятишки. И, короче, это тот день звоню, говорю, ну, что, все, я сейчас подъезжаю. Подъезжаю, он говорит, подожди, тут вот люди смотрят его, короче, завышает значимость такую, типа. Люди смотрят туда-сюда. И вообще-то цена, знаешь, братан, типа на не 26, а 27. Я говорю, в смысле? Он говорит, ну, там в интернете ошиблись, неправильную цену указали. Я говорю, все, понял, окей. Но, я говорю, если сможешь за 26 сделать, перезвони. А мне там, я только что рентованную машину сдал, мне нужно Uber, шмубер, там все дела заказывать. Я там стою, блин, посреди это, плазы, с сумкой, короче. В сумке куча кэша. Я еще денег снял. Ну, и вот, короче, говорю. Нет, перезвание ему, он видит, не берет трубку. Я думаю, ну, все, беру Uber уже туда, в тот дилешип, он подальше. Там 70 долларов Uber стоит. Говорит, все, поехал. Еду, короче, уже полдороги проехал. Этот звонит, говорит, о, братан, тебе повезло. Тот чувак не взял, типа, давай подъезжай. Я говорю, слышь, ну, я сейчас другую машину буду посмотреть. Все дела. Он говорит, ну, это, ну, братан, давай, вот смотри. 500 долларов тебе скидываю чисто. Без вопросов такое. Я говорю, не, не, я сначала ту посмотрю. А я уже решил, короче, блин, раз такая шляпа. И все. Он говорит, ну, ладно, вот чисто для тебя вчерашняя цена. То есть, все равно отдал за 26. Я говорю, нет, я смотрю ту машину, потом решаем, короче. И все, поехал, ту взял, там, на иншуру долго ставил, промаялся. Ну, вот так вот. Вот такая вот поучительная история. Ну, я вообще такой человек, что вот все вопросы выбора какие-то мне тяжело даются. Я где-то неделю выбирал на разных X5. 18-го года покатался, он тоже такой кайфовый. Лексус мне сразу не понравился, как идея. Идея Лексуса. Хотя можно было почти новый взять за такие бабки, короче, да. Лексус. Не, ну, короче, у Артура пока жил. Вот тут заплатку кто-то заколбасил нормальную такую. Для верности еще раз смажем. Да, колесо, конечно, не новое, но очень мощное. Ну, так вот, да. У Артура пожил там, покатался нормально. Артур уже и Хонду свою продал. Так что нормально. В итоге, бэха мне стала 35, там, 35-200, что-то. Страховка чуть дороже на нее. 360, шель. 360. Сейчас трудно всегда бывает вот этот обод продавить с самого начала. Ногами продавливаю. И тут начинаю поддевать. Ну, не так-то просто, ребятишки. Смотрите, ладно. Не так-то, ребятишки. Боиспелька. Боиспелька. И вот, ребятишки. Боиспелька. Поецать-поиспелька. Еще, короче, проблемы с этими дизелями Против них как будто заговор И еще вот эти отзывы постоянные Там какие-то проблемы с выхлопами С EGR-ами То, что их в них напихали Вот так вот, ребятки Вот эти CGR-ы То есть делают постоянно какие-то отзывы И это в тайтеле отражается Что машина была отознана дилером И была сделана, короче Ну все Осталось скачнуть В автоматическом режиме подключать То есть придавливаем Вот вайскрип сделал Вот такая вот система ниппель подкачки Кувалдометрическая Назовем ее так Так, это у нас хорошая вещь Все, отработала Это кувалда 20 паундов На ebay заказывал Сейчас покажу, как колесо ставлю Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В итоге не жалею Это уже привык к X5 Даже вот несколько Этих взял тест-драйва На X5 18-го года особенно Даже вот этот Коричневый салон Который у меня Он вообще покайф Когда про тест-драйв даже На Q5 показал Что какая-то Маленькая машина уже Насколько я На X5 показал Вот так вот Субтитры сделал DimaTorzok Срывной режим Срывной режим Как и на закрутку работает Так и на открутку тоже Очень мощно подтягивает Субтитры сделал DimaTorzok 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 Три колеса За два дня На трейлере Тоже еще надо Четвертый будет Опускаю Там крат уже. А, кстати, там же качается. Сейчас проверим, сколько качнулось. Но-ка, чувствую это видео, я буду долго монтировать. Так. А, 85? Нормально. Еще чуть-чуть. Вот так вот паркуется наша братва. Египетско-мексиканская. Сейчас с египтянином поговорил. А вот он классик. Черный дядька на нем ездит. Да, вот он. Шлифанутый-ка. Полностью удлиненный, расточенный, размоченный. Ха-ха-ха-ха. Честно говоря, нет, что-то не мое. О, нифига. Морда, как у Шарапова. На Каскейде я бы пересел, но лень заморачиваться, что-то брать. Вот он, иксачок с временными ниджерсийскими номерами. Дизель, как я уже говорил. Только колесо не подспущено, а то он начал ошибку закидывать. Типа колесо подспущено. Закончил, закончил, закончил. Какое менял? Это или это? Правильно, вот это, да. Все подтянул, домкрат убрал. Барабаны что-то все грязные, в сале, блин. Вот так вот. Здесь тоже вот тут. Вот это колесо померил, здесь было 60 давления, когда надо 110. Тоже вот методом кувалдометра качнул, подперта кувалда и сама качалась. Все, соберусь потихоньку и съезжу за сверлом, чтобы просверлить. И еще крепежные болты надо купить. Сколько надо купить-то их? Я даже не знаю. В шоке, блин. Куча шайб надо. Все разболталось. Ой, я тут намертво сделал его. Да, помню, как я это колбасил, забивал туда его. недешевые гайки. Шайбы самые, по-моему, 18 долларов. Короче, сверла и вот эти три коробочки там 60 долларов, что ли. Нету брызговика у меня. Вот так это будет выглядеть. Тут внутри еще пружина, которая вот это из двух половинок состоит и в случае чего будет отыгрывать. Постоянно что-то новое узнаю об устройстве окружающего мира. Короче, думал, проделаю дырку, а сверху еще одна пойдет очень быстро и легко. Нет, на самом деле это сверло уже краями режет только и все. И очень быстро тупится и ничего не берет. Короче, нельзя это похожим диаметром делать. Нужно сразу или маленьким накернить, просверлить и потом уже большим. Нельзя делать дырку средней величины, потому что режущая кромка. Вот так вот сам придумал только что. Вот так вот, ребятки. Так, что я тут собрал-то? Вот так. Субтитры